Достигай Израиль и весь мир Шалом, возлюбленные, миры и благословения вам! Добро пожаловать на передачу «Знавай еврейского Иисуса». Синтия, сегодня мы будем говорить о Пасхе, но прежде чем мы перейдем к посланию, я хочу спросить тебя, какие твои любимые воспоминания о Пасхе? Я люблю общение на Пасху. Это время, когда верующие собираются вместе. Они ощущают радость в Духе Божьем и о том, что Он делает. Мы вспоминаем Его жертву за нас. Это дар величайшей любви. И Иешуа пришел на землю. Я с нетерпением жду пасхального общения верующих за столом, когда мы все вместе преломляем хлеб и пьем плод виноградной лозы. Это символ Его крови и тела, которое было ломимо за нас, грешников. Это общение любви и единства в Духе Божьем. Аминь. Чудесные воспоминания. Спасибо, Синтия. Некоторые из вас могут и не знать, но Пасха — это главный праздник среди всех праздников, которые Бог дал Израилю, своему первому избранному народу. Сейчас мы все избраны в Мессии. Евреи и язычники. Если мы в Мессии, мы избраны. Но Пасха уникальна тем, как сказала Синтия, что главное празднование проходит не в синагоге. Это праздник, который в первую очередь празднуют дома. 29 раз в книге Откровения Иешуа называют Агнцем Божьим. Это указывает на Пасху. Сегодня мы углубимся в Божье Слово и посмотрим на Пасху не только в историческом контексте, но и в настоящем времени. Сегодня, возлюбленные, мы углубимся в Божье Слово, а мы будем изучать Пасху сейчас. Когда я говорю о Пасхе сейчас, то имею в виду настоящее время. Дух, стоящий за Пасхой, работает в наших жизнях в настоящем времени сейчас. Многие из нас, изучая Писание, сами, не осознавая того, изучают его в историческом плане. Мы думаем о том, что было в прошлом, о том, что Бог сделал для своего избранного народа, для патриархов или как он работал в жизнях апостолов. Но иногда мы не понимаем в полноте, как тот же Дух, который вывел Израиль из Египта, который разделил Красное море, который воскресил Иисуса из мертвых, работает в вашей и моей жизни сегодня. А правде говоря, если вы посмотрите на свою жизнь, и вы каждый день обращаетесь к Богу, постоянно говорите с Ним, то вы меняетесь. В этом году вы уже не тот, кем были в прошлом году. А в этом месяце вы не тот же, что были в прошлом месяце. А почему? Да потому что тот Дух, который вывел Израиль из Египта, преображает вас. Сегодня мы поговорим о Пасхе в настоящем времени. Я хочу начать с твердого основания истории. Я хочу напомнить о том, что Бог дал своему избранному народу три с половиной тысячи лет тому назад. А после этого я хочу, чтобы мы применили уроки истории исходом. А как нам применить их в нашей жизни сегодня? Сегодня мы должны понять, что тот же Дух, который был с Моисеем, сейчас с вами. Большинство из нас знает эту историю. Израиль оказался в рабстве в Египте. Об этом за много лет до этого Господь говорил Аврааму. Когда Бог обратился к Аврааму в видении ночью, Господь сказал ему, «Потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». И это пророчество сбылось, когда израилетяне оказались в Египте. Изначально их приняли там с радостью, но когда появился новый фараон, он ощутил угрозу от развития евреев и начал угнетать их, сделал их рабами. Интересно, что то же, что случилось с Израилем, три с половиной тысячи лет назад в Египте, повторяется. Когда они начали процветать там, фараон или правительство ощутили угрозу. И в ответ на это они начали порабощать их. И тот же феномен мы наблюдаем и сегодня. Он повторялся снова и снова, куда бы евреи ни шли. Они уходили в разные страны Европы, начинали процветать там, начинали обретать навыки и профессии. И что происходило? Правительство реагировало и говорило, «Эти евреи захватят нас, захватят мир». Из-за этого их начинали гнать. Начинались погромы. Их изгоняли из разных стран. Это очень похоже на то, что происходило с Израилем в Египте. Итак, Израиль жил в Египте. Фараон ощутил угрозу и начал угнетать их. Они стали рабами и пробыли ими 400 лет. Вы знаете, что было дальше? Это интересная история. Господь говорит Моисею, «Я услышал крик моего народа». И вот что интересно. Они были рабами почти 400 лет. «Ужасное рабство и гнет». И через 400 лет Господь говорит Моисею, «Я услышал крик моего народа и пришел, чтобы избавить их». По своей человеческой природе я часто говорил, «Отче, спасибо, что услышал их». Но как насчет тех, кто умер до того, как ты спас их? Это весьма интересный феномен. Господь слышал, он не был безразличен. Он сострадал им, но он выждал 400 лет, прежде чем сделать что-то. И это тайна. Я не знаю, почему Господь не начал действовать сразу, как только фараон начал плохо относиться к израилитянам. Я не знаю, почему Господь не сокрушил сразу же египтян. Но он ждал. Единственное, что мы можем сказать, «Когда мы не понимаем Божьи пути, мы должны доверять Его сердцем». У Бога была своя цель, и он отреагировал. Он обратился к Моисею и сказал, «Я использую тебя, чтобы вывести свой народ из Египта. Это мой народ. Я хочу, чтобы ты привел их в пустыню, где они смогут поклониться мне и принести жертвы». Вы знаете историю. Моисей пришел к фараону и сказал, «Господь говорит, отпусти мой народ». Фараон отказался сделать это. Из-за этого десять казней сошли на египтян. Казни становились все хуже и хуже. И после десятой казни фараон сказал, «Хватит, идите, убирайтесь отсюда». И как только израильтяне ушли из Египта, фараон передумал. Он приказал своим войскам броситься в погоню за израильтянами, чтобы вернуть их. Мы должны понять, что именно так действует сатана. Сатана понимает лишь одну вещь – силу. Фараон сказал, «Хорошо, пусть идут». Но лишь тогда, когда Божья сила проявилась так, что у фараона не осталось выбора. Когда фараон потерял своего сына-первенца, и все остальные семьи в Египте потеряли своих первенцев, сила Божья заставила фараона упасть на колени. Но как только казни закончились, фараон вернулся к тому же, чем занимался раньше. Он захотел вернуть израильтян в рабство. Сатана понимает лишь силу. Мы видим это на примере фараона. Как только сила отошла, как только казни закончились, он сразу же вернулся к сатанинской природе. Он сразу же захотел вернуть Божий народ под свой гнет. Возлюбленные, вы должны понимать, что сатана никогда не проявит к вам сострадание. Сатана не будет сочувствовать вам. Сатана никогда не ответит на вашу просьбу. Единственное, на что реагирует тьма, это сила и истина. Истина и сила. Это означает, что если мы хотим быть свободными, то должны научиться брать власть и силу истины, чтобы побеждать тьму. Она не будет подчиняться нам или господству Божьего Духа в нашей жизни по-другому. Она не будет сочувствовать вам. Она не перестанет мучить вас, пока мы не заставим ее. И эта история продолжается. Израиль начинает свой выход из Египта. Они вышли и отправились к земле обетованной. И тут фараон снова передумывает. И египтяне бросаются в погоню. Израиль подошел к Красному морю и оказался в ловушке. Большинство из нас знает эту историю. Они не могли идти дальше. Перед ними огромное море. Они не могут переплыть его, но они не могут и вернуться назад. Почему? Потому что за ними армии фараонов. И что происходит? Бог ставит преграду между египтянами и израильтянами. Он говорит Моисею, «Протяни свой посох над морем». Моисей протягивает свой посох, и море расходится. Это возлюбленные, символ Вознесения. Почему? Десять казней, которые сошли на Египет, были еще, когда израильтяне находились в Египте. Точно так же церковь будет находиться в мире. Я говорил об этом много раз. Лишь перед тем, как изольется последний гнев Божий, его народ будет спасен. Так было в Египте. Бог провел свой народ через море, а затем излил свой гнев на египтян, утопив их, когда они последовали за израильтянами через море. Точно так же церковь будет в мире на протяжении большей части скорби, о которой говорится в книге Откровения. И лишь перед тем, как будут излиты чаши гнева, семь последних судов. Прямо перед тем, как будут излиты чаши гнева, Бог заберет свой народ из мира. Точно так же, как он провел свой народ через море в древние времена. Он разделит небо и проведет свой народ через облака, вознесет в свое присутствие. А после этого он и зальет последние чаши гнева на мир, как он сделал это, когда утопил египтян в море. Именно такой будет последовательность действий в последние дни. Мы, правда, и живем уже с вами в эти самые последние дни. Но когда будет вознесение, тогда будет излияние. Иисус любит вас. Это правда. Он сделает для вас то, что он сделал для меня. Он дал мне надежду, смысл, новое будущее. Вы ощущаете что-то? Да. Да. Многие ощущают что-то. Если вы ощущаете побуждение внутри, то это Бог. Он так сильно любит вас. Он создал вас. И вы можете узнать, кто вы на самом деле, вступив в отношения с тем, кто создал о вас. И если вы хотите попросить Бога прийти, сейчас в вашу жизнь, то я прошу вас, поднимите свою руку. Слава Господу. О, слава Богу. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас. И вас пусть благословит. Сегодня возлюбленные. Слава Господу. Это Пасха сейчас, потому что мы с вами приближаемся к времени, когда число язв, сходящих на мир, будет возрастать. Нас ждет еще больше проблем из-за перемен климата, из-за депрессии, из-за самоубийств, из-за стран-очепенцев, которые пытаются завладеть ядерным оружием. Нас ждет еще больше проблем с цензурой. Христиане и библейские ценности будут подданы цензуре. Число проблем будет возрастать. Суды Божии будут возрастать. И перед тем, как Бог изольет чистый гнев на мир, Он заберет свою церковь из мира в так называемом Вознесении. Мы движемся к этому времени. История продолжается. Израиль перебирается на другой берег, и Бог сказал им, «Вы больше никогда не увидите своего врага». Он погубил их в море. Но прежде чем продолжиться, я хочу сделать пару шагов назад и поговорить о том, как Господь вывел свой народ из Египта с помощью крови пасхального агнца. Мы знаем эту историю. Бог проговорил к Моисею и сказал, «Я хочу, чтобы ты сказал Моему народу, каждой семье, чтобы они взяли по чистому агнцу мужского рода». После этого они должны были исследовать агнца, убедиться в том, что он был без порока. Агнец жил с ними. А после того, как агнец провел время с семьей, и семья убеждалась в том, что он без порока, каждая семья брала своего агнца и убивала. Они брали кровь агнца и наносили ее на косяки и переклади на двери. Но давайте задумаемся над этим. Они брали непорочного агнца, который становился частью их семьи. Агнец жил с ними перед тем, как они приносили его в жертву. Они ели агнца, а когда агнца убивали, то перед тем, как приготовить его, отец не уходил с агнцем наедине, чтобы дети и жена не видели, потому что это неприятное зрелище. Нет, нет, вместо этого все евреи, все члены семьи принимали участие в убийстве агнца, который должен был спасти их. Все члены семьи принимали участие в убийстве агнца, который должен был стать их искуплением. Задумайтесь над этим. Это говорит об Иисусе, который стал одним из нас, как пасхальный агнец, который жил с семьей перед тем, как его приносили в жертву, так и Иисус пришел, чтобы жить среди нас. А что было дальше? Его убили только римляне? Или его убили только фарисеи? Нет, каждый из нас убил его. Как каждый член еврейской семьи должен был сыграть свою роль в убийстве агнца перед тем, как они приготовили его и ели, так и наши грехи, возлюбленные, прибили Иисуса ко кресту. Иисус сказал, что никто не может забрать жизнь у него. Он сам отдал ее по своей инициативе за грехи этого мира. «Мой грех, наш грех, прибил Иисуса ко кресту». Когда они пронзили ему бок копьем и вытекла кровь, это копье представляло мой и ваш грех. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. И ранами его мы исцелились. Пасха сейчас. Пасха сейчас. Иисус, о Котором я говорю, находится рядом с вами. Если вы у себя в комнате, Он с вами в комнате. Он ощущает ваше дыхание. Он в каждой вашей мысли. Иными словами, Он знает все ваши мысли. Он с нами сейчас. Искупитель мира. Итак, каждая еврейская семья убивала этого агнца, который был частью их. Затем им нужно было съесть его. Иисус сказал, «Если не будете есть плоть и пить крови Моей, то не будете иметь в себе жизни». Некоторые решили, что должны пить буквальную кровь Иисуса и буквально есть его плоть. Например, такова доктрина католической церкви. Протестанты и евангельские христиане не верят в то, что мы буквально пьем телесную кровь Иисуса, когда принимаем причастие. Мы считаем, что Иисус говорил о том, чтобы мы становились Его причастниками духовно. Бог есть Дух. Иисус сказал, «Ибо плоть Моя истина есть пища, и кровь Моя истина есть питье». Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. Но мы должны каждый день принимать Иисуса в Духе, принимать Его плоть, пить Его кровь в Духе. А когда мы принимаем причастие, которое на самом деле было частью Пасхальной Вечери. Вы знали об этом? Причастие или Вечере Господне — это часть Пасхальной Вечери, которую Иисус праздновал со Своими учениками перед тем, как отправиться на крест. Каждый раз, когда мы принимаем причастие, мы принимаем Пасхальную Вечерю. Мы едим Его плоть, пьем Его кровь, принимаем Его, приближаясь к Нему в душе, желая видеть Его в своей жизни. И мы открываем Ему свои сердца, возлюбленные. Когда говорим с Ним, делимся с Ним, просим Его прийти. Мы исполняем слова Иисуса, когда Он сказал, «Вот я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерить с Ним». Так мы обретаем общение и жизнь. Иисус, пасхальный Агнец, ждет и стучит. Он ждет, когда мы пригласим Его в свою жизнь. Он дал нам свободную волю. Он любит нас. Он рядом. Но у нас есть свободная воля. Мы должны отреагировать, поделиться своей жизнью с Ним и принять Его. Я хочу, чтобы вы задумались над этим. Давайте вернемся к истории. Израилетяне убивали этого Агнца и ели его. А кровь Агнца они наносили на косяки дверей. Недостаточно было просто пролить кровь Агнца и принести его в жертву. Недостаточно было просто собрать кровь пасхального Агнца, как об этом говорится в Писании. Недостаточно было того, чтобы кровь находилась в сосуде. Израилетянин должен был взять эту кровь и нанести ее на косяки и перекладины дверей. Иными словами, ее нужно было применить в жизни каждого. И когда ангел суда, ангел смерти, шел по Египту, он проходил мимо домов, отмеченных кровью Агнца. Но, поймите меня, недостаточно было лишь пролить кровь Агнца. Израилетяне должны были лично взять эту кровь и применить в своей жизни, нанеся ее на косяки дверей своих домов. Библия говорит, что мы спасаемся словом свидетельства нашего и кровью Агнца. Мы должны взять его кровь и применить в нашей жизни, отождествившись с Иисусом. Как нам применить его кровь в своей жизни? Только отождествившись с ним, живя для него, любя его, благодаря его за то, что он сделал для нас, веря в то, что он сделал для нас, веря словам Иисуса, когда он сказал, «Я есть мпуть и истина и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через меня. и празднуя Пасху, сейчас я хочу спросить вас уже сегодня, приходите ли вы к Богу, к Агнцу Божьему сейчас? Рожденный от Бога побеждает этот мир. Это пасхальное время, очень важное время. Оно может стать переходным для нас, если мы обратимся к живому, Агнцу Божьему. Отдадим Ему все сферы нашего сердца. Пригласим Его. Будем общаться с Ним и ходить с Ним. И тогда вы освободитесь, как и древний Израиль. Вы наконец-то выйдете из рабства и сможете почувствовать эту свободу, которую даровал вам Хошем. Будьте благословенны. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельство Своего. Как Бог восполнил все нужды Израиля во время Исхода, так и Иисус восполнит все ваши нужды сегодня. Присоединяйтесь к нам в следующем выпуске. Возлюбленная Бог дал мне дар прорыва, но для создания возможности прорыва нужны деньги. Вот почему я хочу предложить вам стать ежемесячным партнером передачи «Узнавая еврейского Иисуса». Есть множество людей, которые еще не знают о Господе, и мы не сможем достичь их без вашей помощи. Если Господь благословляет вас через это служение, если вы верите в то, что мир должен услышать те слова, которые я говорю, и что они могут помочь людям, то я хочу попросить вас стать партнером Господа через нашу передачу. Я уверен, что за все, что мы делаем для Царя Иисуса, нас ждет награда. Будучи людьми, мы понимаем, что значит находиться в разном настроении. Но знаете ли вы, что Божьи праздники также обладают разными настроениями? Например, Йом-Кипур, День Искупления, обладает весьма серьезным настроением. А время, в котором мы находимся сейчас, Пасха, это очень радостный праздник. Я помню, как собирался на Пасху со своими родными и друзьями. Все всегда были счастливы. Это время свободы и избавления. Пасха уникальна тем, что Господь призывал израилетян приходить в Иерусалим и приносить особую жертву в это время. Мы не живем под законом. Но многие хотят принести особую жертву Богу Отцу через наше служение. Если вы хотите сделать это, возлюбленные, то я уверен, что Бог будет рад этому. Как глава служения, узнавая еврейского Иисуса, я хочу поблагодарить вас за то, что мы можем вещать и достигать людей для Бога по всему миру. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейду. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На земле многие из нас верны Господу финансов. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.